Оль, ты знаешь, бич нашего времени – ожирение. Как с ним справиться? Знаешь, ну мне кажется, просто нужно отказаться от фастфудов, правильно питаться и вести вообще здоровый образ жизни. Ну а что можно начать делать прямо сейчас? Ну, конечно же, зарядку. Так что внимание на экран, смотрим и повторяем за нашими спортсменками. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, и у нас сегодня в гостях Галина Захарова, тренер, педагог детско-юношеской спортивной школы «11», тренер по фитнесу и рубрике. А также команда девчонок под названием «Отличницы». Браво, молодцы! Доброе утро! Доброе утро! Каково тебе, Илья, вот такой вот заряд бодрости с утра? Ты бы смог? Если честно, мне хотелось встать с дивана и присоединиться к девчонкам. Да, только, да, вы правильно, вы очень весело, задорно делали упражнения, прям хотелось встать и присоединиться. У меня первый вопрос. Делаете вы зарядку с утра, дамы? Не всегда. Не всегда. Но ничего страшного, я думаю, это в скором все исправится. Скажите, пожалуйста, ваша группа называется «Отличницы». Почему «Отличницы»? Ну, можно я отвечу? Конечно. Поскольку название команды давала я, как тренер, когда образовалась эта команда, стал вопрос названия. К тому названию команды. И к тому времени все девочки, которые были в нашей команде «Отличницы», они действительно учились все отлично. И, само собой, родилось название команды «Отличницы». Да, и приезжая на соревнования, все, конечно, удивлялись. Надо же, вы придумали такое название. Но это было правдой, поэтому до сих пор они «Отличницы». Ну, в школьных предметах, конечно, некоторые уже поздали, но, тем не менее, название осталось. И они на своем выступлении подтверждают это название, своими успехами подтверждают название команды. Галина, мы знаем, что вы много ездите, выступаете, и вот мы здесь видим кубок и медали. Расскажите об этом поподробнее. Да, 18 мая у нас в Ярославле в спорткомплексе «Атлант» прошли соревнования. Традиционно они уже являются у нас в течение 12 лет проходят соревнования. Открытый кубок города Ярославля. Приезжают не только из нашего региона команды, там, Пашихонье, Борисоглебский, Никаус привозят свои команды, но и из города Сыктывкары. Это наши старые друзья, они постоянно участвуют в наших соревнованиях. Но, тем не менее, команда «Отличницы» стала победителем этих соревнований в возрастной категории 14-16 лет в дисциплине аэробика. Надо сказать, что фитнес-аэробика – очень удивительный вид спорта, где дети могут проявить себя в трех направлениях. Это как классическая аэробика, фитнес-аэробика, степ-аэробика и хип-хоп-аэробика. Надо сказать, что хип-хоп-аэробика, конечно, сейчас огромную популярность приобрела. И фитнес-аэробика, она не стоит на месте, постоянно развивается. Вот в этом году новые направления были представлены на первенстве России. Это трофи-аэробика, в таком полном объеме девочки участвовали в трофи-аэробике. Это очень сложно, надо сказать, не так просто. И новые направления в хип-хопе – это мега-крю, когда выступают команды до 25 человек, и батлы. Батлы уже всем известны, то есть это как бы перетанцовки друг друга. Вот, это вот новые такие направления создались в фитнес-аэробике. Галина, а у вас в команде только девчонки или юноши тоже могут поучаствовать и прийти записаться, может быть? Я вот с удовольствием... Могут прийти, записаться и в командах по хип-хоп-аэробике ребята есть. И им очень нравится заниматься, они на протяжении всего школьного периода все занимаются, до институтов. Но, к сожалению, студенческих команд у нас нет. А что касается достижений девчонок, команды-отличницы, они молодцы. Они являются победителями Всероссийских соревнований в городе Вологограде в 2013 году, в 2013 году. Они являются победителями области, начнем с этого, этого года 2014, победителями Центрально-федерального округа тоже этого года. Ну и в прошлые годы тоже они были победителями, поэтому не зря названы отличницы, они отличаются как бы от всех. Вот для меня фитнес-аэробика это как-то вот я прихожу в зал, там хочу похудеть к лету, занимаюсь. А вообще вот соревнования, когда проходят, в чем же соревнуются в фитнес-аэробике? Ну, во-первых, то, что вы сегодня видели, разминку, да, она является частью тренировочного процесса. И иногда мы в тренировку включаем, вот именно в таком плане, в таком ключе базовую аэробику включаем. Что дает эта разминка, вот базовая аэробика, она дает, во-первых, техничное исполнение основных движений, которые необходимо включать в композицию команд при выступлении. Наша композиция длится 2 минуты, и в темпе 160 ударов в минуту мы должны выполнить высококордиционное движение, при этом проявить свою силовую выносливость. И в общей сложности, можно сказать, скорость на силовую выносливость, потому что и скорость, и выносливость, все должно быть вкупе. И плюс высокая координация, соединить руки и ноги, это очень сложно в том темпе, в котором вот я вам сказала. И самая главная правильная техника выполнения. Обязательно, обязательно. И вот базовая аэробика, на которой жиждется вся фитнес-аэробика классическая, она вот как раз сегодня... Калина, вот может быть нас сейчас смотрят девчонки, которые хотят заняться как раз фитнес-аэробикой. Куда им прийти? В детскую спортивную школу номер 11? Да, я приглашаю всех желающих с сентября месяца прийти заниматься в группы фитнес-аэробики в детскую юношескую спортивную школу номер 11. Ну что, спасибо вам за то, что вы делаете. Заряд бодрости. Побед, вам отличного настроения и здоровья, и от нашего генерального спонсора Павлик Президент, вам в подарок. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо вам огромное.